Забрус пчелиный, что это такое? Пчелы кроме меда синтезируют много других полезных и лекарственных веществ. Эти препараты получают путем переработки сот или использования их отдельных частей для лечения пациентов. Забрус пчелиный, что это такое? В основном так называют верхние крышки пчелиных сот. Их отрезают для переливания меда. Это лечебный продукт, в состав которого входят следующие компоненты. Цветочная пыльца прополис, измененный воск, имеющий консервирующие свойства. Забрус пчелиный с первого вещества получается перга. В нее входят такие составляющие, как различные витамины, флавоноиды, аминокислоты, глобулины, органические кислоты и жиры, липоиды. И ферменты, протеиновые компоненты, каротиноиды. Наиболее ценным компонентом забруса является лизоцим, который оказывает наибольшее влияние на кожную и слизистую составляющую организма человека. Под воздействием лизоцима усиливается производство антитела и гормонов, ответственных за защиту клеток. У женщин это вещество усиливает процессы оплодотворения, укрепляя половые пути, носоглотку и глаза. Лизоцима улучшает иммунитет беременных женщин, эмбрионов и плода. Полезные свойства. Забрус пчелиный имеет следующие лечебные свойства. Помогает при остеохондрозе позвоночного столба. Его используют вовремя остамиелита препаратом лечат артрит. Забрус применяется для поднятия иммунных свойств организма. Обратите внимание. Забрус не вызывает привыкания, имеет малую способность к развитию аллергических поражений и является сильным антисептиком. Продукт пчеловодства забрус применяется для поднятия иммунных свойств организма. Для этого больному дают его жевать. Препарат используют для лечения следующих органов – дыхательные каналы, кишечник, предаточные пазухи носа, полость рта. Для лечения нужно прожевать продукт на протяжении 15 минут. При этом приводится в порядок не только ротовая полость, но и появляется благотворное влияние на желудок пациента из-за выделения желудочного сока и слюны. Для лечения нужно прожевать продукт на протяжении 15 минут. Забрус хорошо помогает при следующих заболеваниях – ОРЗ и простуда, нарушения обменных процессов в организме, приобретенный дисбактериоз после лечения антибиотиками, воспаление десен и стоматит, симптомы гриппа, ослабление иммунитета. Забрус позволяет снизить опасность возникновения осложнений при воспалении слизистой оболочки и дыхательных путей больного. При этом он вирусы и микробы не адаптируются к препарату, что позволяет эффективно бороться с заболеванием, применяя это средство неоднократно. Обратите внимание, при попадании в желудочно-кишечный тракт забрус играет роль адсорбирующего вещества, которое вытягивает из ткани все яды, шлаки и другие вещества, опасные для здоровья. Часто врачи назначают пациентам 1-2-1 час. Лист забруса. Попадание воска в горло способствует излечению от ангина, танзилит и других подобных заболеваний. Препарат благотворно влияет на улучшение кровообращения, усиливает работоспособность мышечного аппарата. Забрус в пчеловодстве. Чем он полезен? Забрус используют в косметологии. Для того, чтобы понять, что такое забрус в пчеловодстве, вначале нужно узнать его состав и области применения. Кроме медицины этот продукт используют в косметологии. Из-за наличия у вещества антисептических свойств забрус добавляют в различные кремы и маски, снимающие воспаление на кожном покрове лица. Целебное качество препарата позволяет убирать угри, фурункулы, прыщи, восстанавливать кожу после пилинга. Забрус рекомендуется применять для ухода за лицом и в холодное время года. Он устраняет шелушение и мелкие морщины. Применение этого препарата для беременных возможно только при отсутствии аллергии на продукты, которые производит пчела. У женщины усиливается иммунитет, а плод получает нужные ему витамины и минералы. Забрусом лечат ротовую полость. Например, если его принимать после еды в количестве 1 час. ЛТО погибнут все болезнетворные микробы, живущие на деснах и мягких тканях. Десна хорошо укрепляются под воздействием забруса, гибнут многие бактерии и вирусы. Забрусом лечат ротовую полость. Важно. Применение препарата в большом количестве уничтожает зубную эмаль, поэтому нужно строго соблюдать дозировку продукта, но он может принести вред, если его дать человеку, имеющему аллергию на мед. Без консультации с врачом его лучше не давать детям, беременным или людям с хроническими поражениями. Поэтому перед употреблением препарата нужно пройти всестороннее обследование у врача. Что делать с забрусом после откачки меда? После переливания основного продукта в сосуд у пчеловода остаются крышечки сот, на которых есть немного меда. Многие начинающие пасечники не знают, что делать с забрусом после откачки меда. Крышечки собирают в отдельной таре, а затем отжимают. Должна получиться сухая сладкая смесь из воска и других компонентов. Это и есть забрус. Им наполняют банки, а затем употребляют для лечения заболеваний. Вместе с ним получают и забрусный мед, ведь сладкая жидкость остается на крышечках. Эту операцию опытные пчеловоды рекомендуют проводить первый раз в июне. Дальнейший сбор и переработка забруса происходит по мере наполнения сот. Сбор и переработка забруса важна. Наиболее ценное вещество получают в конце августа – начале сентября. Окрас полученной смеси может быть разным как желтым, так и коричневым. Что такое забрусовый мед с воском? Любители сладкого часто интересуются забрусовый мед, что это такое, как его употреблять. Этот продукт сильно отличается по составу от обычной пчелиной сладости из-за вхождения в его состав прополиса и других компонентов. Польза от него проявляется при устранении различных болезней и дыхательных путей. Некоторые потребители хотят выяснить, как называется мед с воском и имеет ли он отношение к забрусу. Если просто перемешать свежий продукт со стенками сот, то получится полезный для здоровья состав, но у него будут другие свойства. Обратите внимание, надо знать про забрусный мед, что это перемолотые крышечки сот, на которых есть остатки капелек сладкого вещества. Переработка забруса в воск мед его надо использовать только в тех количествах, которые прописал лечащий врач. Если мед и забрус применяют для профилактики, то его рекомендуется пережевывать во рту на протяжении 10-15 минут. За это время продукт продезинфицирует все десна и другие ткани, что может устранить опасность развития парадонтоза. Забрусовый мед и самовещество можно сохранять и в домашних условиях на протяжении двух лет. После этого срока целебные свойства теряются, но продукт вполне съедобен. Хранить забрус рекомендуется двумя способами. Смесь размещают при комнатной температуре. Как выяснили ученые, нужно поддерживать в помещении температуру 18-20 градусов Цельсия. Для этого делают смеси забруса и остатков меда в соотношении 1-1. Хранят в вакуумной упаковке или стеклянной банке, имеющей плотную крышку. Если есть холодильник, то забрусный мед держит отдельно отпечаток в восковые крышки. Такой метод позволяет увеличить срок использования продукта на 20%. Обратите внимание, смесь не выдерживает резких перепадов температуры. Хранят в вакуумной упаковке или стеклянной банке. При хранении в домашних условиях нужно придерживаться следующих правил на мед. Не должен попадать прямой свет в помещении, не должно быть повышенной влажности. Для длительного хранения смеси лучше использовать. Стеклянную тару нужно строго соблюдать температурный режим. Перед использованием забрусного меда рекомендуется проконсультироваться с врачом. Применение этого вещества для лечения не позволяет быстро справиться с болезнью. Для правильного получения и использования забруса начинающему пчеловоду лучше проконсультироваться у более опытного товарища. Использование всего спектра производимых пчелами продуктов позволяет не только употреблять в пищу ценные вещества, но и проводить профилактическое и симптоматическое лечение различных болезней. 0.0 VOT ARTICLE RATING